Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень рада всех вас видеть. Чуть-чуть ждем. Здравствуйте, Марина Евгеньевна. Здравствуйте, Ирина. Взаимно. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваше настроение? Готовы к работе? Конечно, все прекрасно. Как-то эти выходные, вообще, весь режим сбили. Вроде выходные отдыхать надо, а тело прям тянется работать. Мое не тянется нифига. Счастливый вы человек. Грузимся на лодку и начинаем. У кого тянется к работе, можно активно работать. У кого не очень тянется, можно неактивно работать, но все-таки работать. Ну что, давайте будем начинать наш очередной рафтинг-дэй. Я с удовольствием передаю Ирине слово. И время пошло. Время пошло. Все, чтобы не тратить время зря. Да, коллеги, здравствуйте. Значит, сегодня мы с вами поговорим про продающие тексты. Я взяла эту тему. Почему? Потому что с 2011 года я этой темой увлечена, очень сильно пересматриваю каждый раз, когда какой-то текст пишу, пересматриваю и нахожу разные-разные варианты, как сделать мой текст еще интереснее. Кто меня читает, мне кажется, вы видите вот эту трансформацию. И сразу же на входе, вот прямо на входе хочу сказать, что невозможно с первого раза написать очень классный, интересный, ну, собственно говоря, продающий текст. Это, как сказать, короче, это, знаете, вот 10 часов тренировки, а потом просто вот набиваешь руку, набиваешь, и только через 10 тысяч, вернее, часов тренировки, и через 10 тысяч часов, собственно говоря, начинает что-то получаться. Поэтому мой первый посыл, если не получается сразу, получится через три года. Я уже 10 лет этим страдаю. Вот, что важно понимать, я вот сейчас хочу окошки закрыть для того, чтобы не отвлекаться. Вот так вот. Видно, да, презентацию мою? Видно. Что важно сказать? Я всегда повторяю, и это вообще моя одна из любимых фраз, что мы с вами находимся постоянно в режиме продажи. Продажа – это не только про деньги, да. Продажа – это то целевое действие, которое вы хотите получить от вашего оппонента, от вашего визави. И здесь тоже нужно понимать, что ваш текст, независимо от того, он для социальных сетей, он для ваших партнеров, это просто какое-то предложение, да, о партнерстве. Это просто, вот, не знаю, приглашение на мероприятие. Это всегда продажа. То есть, если пришли, значит, продать удалось. Если не пришли, не услышали, не ответили, значит, продать не удалось. Поскольку мы все готовим это в режиме, в таком, фактически с коленки, я сегодня покажу свой собственный текст. Я его писала в конце прошлого года, и конверсия у этого текста была 30%. То есть, я разослала его 10 потенциальным партнерам, с этого текста пришло, откликнулось, вернее, три партнера. Вот сегодня попробую на нем и показать все, что я там делала, и чтобы вам было нагляднее. Вот, значит, хороший текст, независимо от того, опять же, социальные сети это или это письмо, да, хороший текст всегда включает в себя цифры. Это тоже нужно понимать. Сейчас чуть подальше мы про это проговорим, да. Хороший текст, он должен всегда цеплять внимание. То есть, вы абзац за абзацом ведете вашего клиента как поворонки. Вот помните, мы на прошлой встрече с вами говорили о том, как идет, проходит человек все этапы воронки. Вот с текстом точно так же. Каждый предыдущий абзац должен вести к новому. Инструмент чуть ниже покажу. И последнее требование к тексту. Текст не должен грузить человек. Вот, если у вас читатель, да, если взять любой какой-то хороший текст, после прочтения хорошего текста остается такое приятное послевкусие. Если этого послевкусия нет, если вы чувствуете, что вас каким-то образом там использовали, да, поюзали, загрузили проблемами, значит, это не очень, так скажем, хороший продающий текст. Теперь по структуре. Что важно знать? Структура текста продающего, да, она всегда одинаковая. Это всегда заголовок. И мы поговорим сейчас о том, как можно придумывать, от чего можно оттолкнуться, придумывая хорошие, интересные заголовки. Это лид, это основное описание, о чем будет текст, да, чуть позже тоже поговорю, как написать хороший лид. Это основной текст, объясняющий и отвечающий на все вопросы, поставленные в лиде. Это обработка возражений, потому что всегда, когда читатель есть, если мы с вами находимся визави, да, в диалоге, вы можете на любые возражения ответить. В тексте у вас такой возможности нет, соответственно, вы должны на этапе возражения продумать, вернее, все свои ответы, продумать ответы, если бы вам читатель мог бы возразить, да. Ну и, собственно, финальное это прощание. Чуть позже тоже покажу несколько приемов, которые можно использовать, прощаясь с потенциальным читателем своим, да. Еще раз, заголовок, лид, основной текст, отработка возражений и прощания. Значит, что такое заголовок, да, заголовок – это точка отправления вашего. По сути, мы с вами должны научиться писать такие заголовки, после которых хочется читать дальше. Это очень важно. Когда мы пишем в социальных сетях текст, когда мы пишем партнерам, либо в email-рассылке текст, да, мы должны четко понимать, что информационное пространство сужается. Еще там год назад я говорила, что время принятия решения, читать этот текст или не читать, составляет три секунды. А на самом деле сейчас еще сжалось пространство, и сейчас настолько огромное количество информационного потока, что мы должны еще более глубоко задумываться над тем, каким заголовком мы привлекаем к прочтению. Ну, вот смотрите, я попробовала все это. Значит, первое, что важно. Скажите, пожалуйста, кто знает сервис Wordstat? В чате поставьте ответы. Да, нет, да. Кто-то пользуется сервисом Wordstat в Яндексе? Да, знаем, знаем, знаем. Это прекрасно. Смотрите, в сервисе Wordstat очень хорошо можно… Ага, Таня, хорошо. Значит, есть в Яндексе такой сервис. Сейчас я вам его продемонстрирую. Секунду. Значит, это сервис подбора слов. Вот он. Он так выглядит. Через этот сервис можно составлять… Этим сервисом можно пользоваться, можно составлять семантическое ядро для своих сайтов, для сайтов своих организаций. Также, собственно, на этом сервисе Wordstat вы можете находить темы, которые вот в данный конкретный момент, да, здесь берется промежуток один месяц, 30 календарных дней, он считает, которые в данный конкретный момент ваши потенциальные пользователи ищут в поисковиках. Ну вот, например, на примете сирот. Я ввела, кто такие социальные сироты, да, и вот мне вылезли всяческие разные варианты, что ищут в русском Рунете люди, которые каким-то образом связаны с там социальными сиротами, да. Это просто от балды введен запрос, нужно понимать. Но из этих запросов я могу придумать какой-то кликабельный, интересный заголовок. Вот сейчас возвращаемся снова к презентации и посмотрим, как мы можем этот заголовок трансформировать. Смотрите, мы можем попробовать идти от вопроса, да, мы можем попробовать в заголовке задать вопрос. Вы понимаете, что происходит с сиротами после выпуска из детского дома? Вот это вопрос, и этим, в принципе, вы можете зацепить внимание читателя. Вы можете сделать призыв к действию. Можем ли мы помочь всем сиротам России, да? Да, можем, не можем, не знаю, но заголовок цепляет, и дальше уже человек автоматически выбирает, хочет он знать эту тему или не хочет. Мы можем, например, ориентироваться на аудиторию. То есть это статья для тех, кто хочет знать больше о жизни сирот, да. Ну, в принципе, я сейчас не вижу смысла все перечитывать со слайда. Если непонятно, поднимите ручку, вот этот прием, да, если понятно, едем дальше. Скажите, пожалуйста, понятен прием, непонятен? Кто-нибудь отреагируйте? Плюсиком, минусиком, не знаю. Понятно. Понятно. Да, то есть вот эти приемы вы можете спокойно использовать. Волшебное слово очень хорошо, да. Пожалуйста, давайте поможем сиротам получить работу, если, например, организация трудоустраивает своих ребят. И дальше вы уже начинаете развивать мысль, собственно говоря, в этом направлении. То есть вот такой инструмент. И дальше мы переходим непосредственно к лиду, да. Что здесь важно понимать? Лид, всегда должен отвечать вот на пять, в принципе, вопросов. Что, где, когда и почему. И вот сейчас я хочу вас вернуть к своему тексту, о котором говорила. Покажу его сейчас, секунду. Так, вот. Значит, это было... Сейчас открою снова. Это было письмо о поддержке. Видно? Скажите, пожалуйста. Видно, не видно? Да, надо. Да, это было письмо о поддержке, которое я писала в конце прошлого года. Мне было нужно найти организацию, которая бы нам помогла выстроить всю коммуникацию в интернете. То есть это должно было быть какое-то интернет-агентство. И я рассылала вот этот текст, собственно говоря, для того, чтобы найти партнеров. Как я сказала, 30% у меня случилась конверсия. И здесь я не стала делать никаких заголовков. У меня заголовок был в теме письма. Начала сразу же следа. Этой осенью в общежитии под Вологдой, ну и так далее. Избили человека. И сюда прикрепила ссылку, где, в общем-то, такие кадры жест, если хотите, можно найти, посмотреть их. Где там 10 человек лупят этого парня. Вот. То есть я не начала там, здравствуйте, меня зовут Ирина Шауфер, я там бла-бла-бла-бла-бла. Я сразу же начала с проблемы, да, я сразу же вытащила этот лид и ответила на вопрос, что, где, кто, когда и почему. И вот у меня такой получился, собственно говоря, такой лид, на который пошла реакция. Причем, сейчас, что-то я в презентацию не могу, это сам так, в презентацию. Причем одна ответила и сказала, здравствуйте. У меня сейчас в конце увидим, там в конце подписана Ирина Шауфер. И был ответ, здравствуйте, извините, я не знаю, как вас зовут, но меня настолько впечатлило видео, что я ваши контакты передала своей коллеге. И вот, в общем, там коллега потом вышла и говорит, давайте, мы будем ваших ребят продоустраивать. Вот, то есть, вот абсолютно такой был шок-контент, и это было сделано специально, да. Вот я таким образом попыталась сформулировать лид, чтобы получить какую-то реакцию. Помните, да, я говорила в самом начале, что нас каждый предыдущий абзац должен вести к желанию прочитать следующий. Дальше начинается основной текст. Там, где мы с вами отвечаем на вопросы лига, да. И здесь очень важно помнить, главное, вот такие четыре правила, да. Первое правило, то, что вы самую главную информацию, которую вы считаете основной, должны выносить в первый абзац. То есть, мы идем от важного к неважному. И вот здесь вот это правило, каждый последующий абзац расшифровывает подробности по степени убывания их значимости. И здесь вот этот посыл мне и хочется, чтобы вы услышали. Самое важное мы ставим наверх. Почему? Потому что человек может не дочитать до конца. Вот это важное, оно, в общем-то, так скажем, играет, вернее, дает здесь решающий урок. Если у нас с вами есть несколько подробностей, да, мы разбиваем текст на абзацы. Здесь тоже очень важно это сказать. Почему? Потому что текст не должен быть большой простыней. Вот сколько подробностей, столько абзацев. Следующее, о чем важно сказать, ваши абзацы не должны превышать трех предложений. Вот чем меньше, тем лучше. Это очень важно. Почему? Потому что вот какие-то масштабные тексты, особенно наполненные какими-то канцеляритами, да, канцелярским языком, это тоже очень сложно для восприятия, закрывает моментально. И дальше, если вы можете предоставить какую-то выгоду, да, ну, например, сейчас давайте вот мы вернемся к моему тексту, чтобы было, чтобы это не звучало голословно. Сейчас, секунду. Так. Неудобно переключать с одного документа на другой. Вот. Если есть какие-то выгоды, то можно сюда не до конца, не полностью не в стену, так или иначе вы можете сюда, вот в это основное тело текста тоже поместить. Ну, вот смотрите, значит, как думать, вот первое у меня лид, я уже его сказала, а дальше я пошла отвечать на вопросы. Как думаете, почему парень не сопротивлялся? И на этом видео видно, да, причин много. И дальше я демонстрирую свою экспертность, что я понимаю, почему это происходит, да. И вот этот первый как бы абзац, что это самое важное, по большому счету, в моем письме, то есть мне самое важное не найти партнерскую поддержку, а важно объяснить, почему это происходит с этим человеком, да. И вот каждый следующий абзац, если нужно, если хотите, я этот текст отдам как, ну, не знаю, не как образец, а просто как рыбу, да. Каждый следующий абзац тащит за собой, вернее, это является продолжением предыдущего. Я здесь обязательно использую цифры, статистику, да. И, собственно, вот это тело текста, на самом деле, я сейчас на него смотрю, можно было бы сделать покороче. Ну, вот в тот момент меня так тащило, вот. Вот, понятно с телом текста, да, в каждом абзаце мы расшифровываем, почему это происходит. По сути, мы даем развернутый ответ на вопросы лида, которые мы поставили в самом начале. Понятно? Видно мелко. Галин, я пришлю, у вас будет этот, если нужно. Вот, может быть, вот, ну, не делается здесь. Ага, вот, не делается, к сожалению, тут что-то у меня не получается. Вот, вот как раз ссылочка тут ушла. Что дальше? Давайте дальше посмотрим, как можно отрабатывать возражения. Возражения. Да, пришлю, Галин, обязательно. Возражения – это, по сути, ваш диалог с читателем, да. Да, еще раз, у нас нет живого общения. Мы, по сути, все возражения снимаем точно так же в буквах, буквами в нашем тексте. Соответственно, что здесь важно понимать? Я огромное количество, бывает, читаю всяких разных постов, текстов, да. Специально захожу в организацию для того, чтобы посмотреть, кто как пишет. Иной раз, и очень часто, я не понимаю, что от меня хотят. Какое от меня хотят целевое действие? Да, ну вот быть может, вы сможете нам помочь, вы там может быть. Я очень всегда призываю говорить конкретно, что хотите, сколько хотите, да, и как вы это используете. И сразу же, причем, давайте так, в лоб, без каких-то прелюдий, да. Сейчас тоже на том тексте покажу прямо. Попробуйте доказывать цифрами, что вы можете выполнять свои обещания, да. Еще один важный момент, о котором вот я всегда думаю, почему они не понимают, что гораздо интереснее читать текст, в котором есть человеческие эмоции, и не который выхолощен там настолько, будто хлоркой по нему прошлись, да. Эмоциональный текст, он всегда интересен, он всегда, ну как сказать, дает больше отклика, да. Есть эмоции, высказывайте, ну и тут, конечно, добавляйте в фото видео, на этом я останавливаться не буду. Как я решила в своем тексте вот эту вот задачу работы с возражениями? Сейчас, секунду, где он? Так, я закрыла, подождите секундочку. Извините, извините, измените, вот он. Вот, как я здесь решила этот текст, эту задачу, работу с возражениями? Да, блин. Где я, здесь? Нет? Я здесь, да. Сейчас. Как же неудобно это все. Вот, значит, я в тело письма отделила от обращения, да, и написала, уважаемые коллеги, и дальше, собственно говоря, также сказала, что цель моего письма – не загрузить вас проблемами, да, выпускников детских домов, а вот прямо здесь я написала, что мне нужно повысить узнаваемость бренда для того, чтобы в кластер шли новые ребята, появлялись новые коммерчески информационные партнеры, и мне нужно, чтобы вы мне помогли разработать креативную концепцию, разработать визуальную составляющую, помочь с продвижением, ну и, собственно говоря, вот конкретно, что мне нужно, я сюда все вытащила в, опять же, вот в эту, вот в это тело письма. О чем здесь мне хочется сказать? Сейчас. Постоянно. Так, сейчас, секунду. Да. Вот видите, да, я написала про те же эмоции, то есть я прям так и сказала, что мне, я понимаю, что вам мои проблемы, по сути, неинтересны, я вас не хочу нагружать, но раз вы дочитали до этого места, пожалуйста, знайте, что такая проблема существует, и как бы, вот. Ну и в финале структуры, да, мы сегодня говорим про структуру, это прощание, и здесь такой же действует признак, вернее, такой же принцип, как и приветствие, да. Вы можете строить свое прощание от взаимообмена, если вам интересен наш проект, мы приложим все силы, чтобы быть полезными в вашей компании. Вы можете строить прощание, как бы, продолжая диалог, я готова ответить на все ваши вопросы, вы можете попробовать задавать встречные вопросы. Еще раз, это вот прям совсем самый-самый минимум. О чем важно здесь сказать? Когда мы с вами смотрим на всю структуру текста, вот на этот файл, я очень хочу, чтобы вы поняли, что, в принципе, блоки структуры вы можете менять, да. А бывает иногда, что наступает кризис жанра, и ты не можешь сформулировать лид, зачем ты хочешь написать это письмо, да, что тебе нужно. Вот здесь такое хорошее правило действует, не знаешь, с чего начать, начни с главного. Вы можете по большому счету, вернее, попробовать начать с основного текста, да, либо вы можете начать с отработки возражений. Начать с отработки возражений и постепенно-постепенно перейти, например, к лиду. То есть вот эти три, лид, основной текст и отработка возражений, вы можете менять местами внутри своего текста. Это никто не запрещает делать. Понимая вот эту структуру текста, вы можете сейчас по каждому, так скажем, направлению поискать информацию. Например, есть заголовок, да, он может быть информативным, может быть сигнальным, я забыла, кстати, про это сказать. Он может быть сигнальным «Сос, помогите», да, и может быть информативным, как у меня, вот в Вологде избили парня. Что здесь важно еще понимать, что здесь можете вместо заголовка использовать обращение. Я тоже здесь пришлю ссылку обязательно на статью на Текстеру, но я просто не стала уже презентацию толкать то, что уже написано до меня. Есть такой сервис Текстера, и сейчас тоже покажу. И на нем есть хорошая статья «Как общаться с читателями» 147 вариантов обращения к аудитории. Не можете придумать какой-то заголовок, попробуйте обращение, ссылку на статью вышлю, какие варианты обращения могут быть, тоже можем, в общем-то, ну, можете отсюда утащить, использовать. Вот, что-то как-то я сегодня даже как-то быстро. Вот такая структура. Давайте вопросы попробую позадавать, потому что, правда, с коленок все это готовила быстро. Что-то понятно, хотя бы хоть что-нибудь. Заголовок самое сложное, не отговорим. Смотрите, заголовок сложный тогда, когда вы не понимаете, о чем писать. Когда вы четко знаете, что вы хотите попросить, придумать заголовок несложно. Ну, вот давайте потренируемся, можем сейчас что-нибудь придумать, если хотите, какой-нибудь заголовок. Если просто даже будем использовать вот тот прием, который я показала, да, вот, допустим, от, ну, от любого какого-то, от любой точки опоры, от вопроса, от, не знаю, от списка, от чего хотите. Можем потренироваться, если есть желание. Давайте какой-нибудь заголовок придумаем, например, на любую тему. Давайте, коллеги, выходите в это самое, открывайтесь. Коллеги. Ирина, можно я голосом скажу? Да, конечно. В чем моя проблема? Давайте. На сайте мы размещаем информационные материалы о деятельности в регионах наших региональных отделений. И если это участие в заседании общественного совета, то каждый раз вот выдумывать с этим общественным советом что-то новое, я уже не могу. Ну, давайте так. Все-таки, какая задача здесь у вас стоит? У вас на общественный совет, совет, вернее, это что, явка обязательно, добровольно-принудительно ходят? Или у вас, вам нужно собирать постоянно людей? Нет, эти советы работают в регионах, и представители нашей организации входят в состав и работают в этих советах. Нет, еще раз, задача текста прям собрать людей или они к вам ходят? Нет, рассказать, рассказать, что было на заседании. Нет, задача текста такая, задача текста, Галина, смотрите, задача текста стимулировать людей встать и пойти. Или, независимо от того, какой текст, они все равно к вам придут. Вот у меня вопрос в чем. А, ну, здесь приход людей не нужен. Вот если нужен приход людей, это вебинары. Как раз сейчас у нас порядок. Да, если приход людей не нужен, то, скорее всего, вам не нужно придумывать никаких заголовок, там, это самое, выкручивать голову. Пишите один заголовок для всех, и, в общем-то. Вот, а вот вебинары, а вот вебинары, давайте подумаем. Скажите мне тему вебинаров, пойдемте попробуем пройти путь, путь, как мы можем придумать заголовок к вашему вебинару. Скажите хоть какую-то тему. Вот ближайший, который у нас будет, 9 марта, вебинар для родителей, нефротический синдром у детей. Вот давайте, мы идем на Wordstat. Скажите, видно экран или не видно? Ну, так мелко. Нефротический синдром у детей. Мы идем на Wordstat и смотрим с вами, с какими запросами на Wordstat выходят люди, спрашивают для того, чтобы найти информацию. Ну, например, острый нефротический синдром у детей, диагностика, прогнозы, какие еще причины. Вот, выбирайте любую. Дальше мы идем в нашу презентацию, смотрим, от какой точки опоры мы попробуем взять и поставить наш заголовок. Ну, например, давайте попробуем поставить от вопроса. И, например, текст мы можем сделать какой. Галина, продолжите. Попробуйте задать вопрос. А знаете ли вы, что мы там причины выбрали? Ну, давайте, как такой, давайте посмотрим. Острый нефротический синдром. Вот, давайте возьмем запрос. Острый нефротический синдром. Поставьте вопрос с этим, с этой фразой. Знаете ли вы и... А давайте попробуем убрать вопрос, знаете ли вы, потому что этот вопрос, он лежит на поверхности сразу. Давайте попробуем начать со слов. Вы понимаете, что происходит, например, да, с ребенком в момент кризиса или, допустим, обострения нефротического синдрома? Можем мы вот такой вопрос поставить? Да, классно. Классно. И родители ваши сразу же такие, вау, что происходит с моим ребенком? Да, и он начинает дальше читать. Ответ на этот вопрос вы можете получить на вебинаре. Еще раз, заголовок, он не решает все проблемы вашего текста. Задача заголовка сделать так, чтобы человек дальше начал читать. Следующий этап – это лид. И вы дальше в рамках этого лида отвечаете на пять вопросов. Что, где, кто, когда и почему. И ваш лид, он тоже не должен быть больше трех предложений. Вообще идеальный лид – это 40 слов. Вот прям можете себе заполнить. 41 – это уже не идеальный лид. Вот 40 слов – это прям супер. Вот, кому еще попробовать предложить заголовок, придумать, коллеги? Галина, понятно? Да, спасибо большое, Ирина. Да, да. Можем от любого, собственно, от любой точки опоры придумать какой-то заголовок. Коллеги, есть еще желающие? Так что заголовок – это не самое сложное, когда понимаешь, от чего отталкиваться. А, ну что, ни у кого нет вопросов? Ну ладно. Вот, таким образом, тексты – это ваша продажа. Если вы будете уметь писать вот по этой структуре, так кто-то там что-то говорит. Скажите, я не слышу. Нет? Показалось? Вот. Попробуйте вот эту структуру взять за основу и попробуйте в каждой составляющей структуры, да, вот то, что у меня написано, попробовать поискать информацию, как эту структуру улучшить. То есть вы видите, это, собственно, та же воронка, которая есть в продажах, когда мы с вами ведем нашего клиента, да, когда мы конвертируем увидевших в тех, кто сделал какое-то целевое действие. Текст – это просто инструмент. Вот, наверное, да, еще кто-то хочет что-то спросить. Ирина, то есть вот правильно я понимаю, что мы сначала определяем, с какой целью мы этот текст готовим, а потом уже все остальное? Да, ну, конечно, вы сначала понимаете, зачем вам этот текст нужен, какую задачу он будет решать, да, дальше вы… Слушайте, но есть еще один инструмент, если вот так вот тяжело, попробуйте составить чек-лист на этот, даже не чек-лист, а план текста такой, собственно, взяв за основу вот эту структуру, да, без каких-то определенных, без расшифровок вы в плане просто накидываете на бумажки. Ага, заголовок, какой мы хотим сделать заголовок? Пошла на Wordstat, посмотрела, что люди ищут, да, взяла какую-то проблематику, поставила ее от вопроса, от лидерства, еще от кого-то, от чего-то, то, что мы сейчас смотрели на предыдущем слайде, да, сформулировала лид. Причем иногда лид можно сформулировать самым первым, а потом уже придумать заголовок. То есть сначала формулируем лид, да, отвечаем на вопрос, что, где, когда, почему и сколько, да, и дальше, собственно говоря, когда лид сформулирован, мы уже начинаем думать, ага, а что у нас может быть в основном тексте? Мы помним, что основной текст отвечает на поставленные вопросы лида, да, коллеги, выключите, пожалуйста, звук. Основной текст отвечает на все поставленные вопросы, и в основном тексте всегда есть, господи, забыла, один абзац, один аргумент, да, вот у нас с вами, вот, и всегда в первом абзаце самый значимый аргумент, и дальше уходим по степени значимости до конца. Да, есть пять аргументов, значит, мы пять аргументов ставим, есть, не знаю, семь, значит, семь, ну, то есть тут можно ранжировать, может, что-то и не обязательно знать читателя, вот, мы помним, что внутри текста мы можем с вами чередовать вот эти лид, основной текст, отработку возражений, мы помним, что не знаем, с чего начать, начните с главного, и можно начать прямо сразу отрабатывать возражения. Вот, как-то очень так муторно, но не знаю, надеюсь, что было немножечко понятно. Значит, я вам присылаю презентацию, я присылаю ссылку на текстеру, где есть обращение к вашей аудитории, 147 вариантов, возможно, вы что-то выберете, и я вам присылаю свой текст, письма, который, на мой взгляд, ну, это цифры, он так, в общем, неплохо выставил. Ну, вот, как-то так, есть ли какие-то еще вопросы? Пожалуйста, коллеги, неужели никто ничего не хочет мне сказать плохого? Скажите, пожалуйста. Ну, тогда все, тогда мы встречаемся с вами 9 числа, и там будем, надо посмотреть по графику, не помню, что мы там будем делать, но что-то делаем, да, надо посмотреть. Спасибо, спасибо, да, до свидания, хорошего выхода, а, девушки, с праздником, с наступающим, да.